Три столетия волшебных историй на красочных страницах. Русские народные сказки по Волжье вышли в свет. Новое издание – дело рук юных ульяновцев и их взрослых творческих коллег. Сборник сказок будущим учителям презентовали накануне в Ульяновском педагогическом университете. История создания сказочного эпоса началась в конце мая этого года, когда в ВУЗе проходил Всероссийский детский фестиваль русской традиционной народной культуры «Живое наследие». Эта книга очень интересна тем, что там есть сказки, которые были собраны на территории нашей области еще в XIX веке Садовниковым. Это сказки, которые собирала наш научно-образовательный центр университета в течение XX века. И в том числе сказки, которые записали участники конкурса правнуки Садовникова уже в 1922 году. Я использую специально большой шрифт. Мы предполагаем, что эта книга, во-первых, может быть использована учителями литературы на уроках литературы. Кроме того, также можно проводить такие же конкурсы. Дети могут тоже рассказывать сказки. И мы бы хотели, чтобы они читали. У волшебных историй нет авторов. Они народные. Оригинальные иллюстрации к этим сказкам сделали учащиеся Корсунской школы искусств имени Аркадия Пластова. Читать этот сборник тоже будут дети. Ученики начальных и средних классов. Им сборник сказок представят уже 3 ноября. Планируем провести красочную презентацию с участием детских фольклорных ансамблей. С участием тех ребят, которые были собирателями сказок. И сказки, собранные, записанные ими, вошли в этот сборник. Ну и, конечно, теми школьниками, которые изготовили, нарисовали иллюстрации для книги. Ученые и преподаватели вуза продолжают изыскание в сфере народного творчества. Фестиваль «Живое наследие» в 2023 году уже решено посвятить изучению этнопедагогики. Субтитры создавал DimaTorzok